Ну, уставший какой-то. Потому что родитель, поэтому уставший. Ну все, тогда я быстро, Руслан, просто бегом, принимаю тебя, приглашаю тебя в наше движение, родителей против наркотиков. Ну все, приглашаю, ты должен сказать, вступай или не вступай. Ну почему бы и нет, конечно. Почему бы и нет, честно, по-честному. Потому что, насколько сегодня из журналистов, наверное, больше тебя в этой теме, мало кто знает. Ну, я не буду спорить, но, наверное, есть много людей, которые тоже в этом компетентны, к чему, к этому, как говорится. Больше тебя вряд ли кто-то знает. Ну, я человек скромный, поэтому я не буду об этом говорить. А сколько ты занимаешься этой темой? Этой темой с 2002 года. Вот уж, скоро будем отмечать десятилетие. Ну, это не юбилей, это просто довольно, наверное, приличный срок. Ну, и у нас традиционные, как бы, пожелания нашему движению. Ну, сначала пожелания, а потом, что нам нужно делать? Что вам нужно делать? Что нам нужно делать? Нам уже, видишь, не вам, а нам. Что нам нужно делать? Ты уже где-то у нас там 700-й будешь человеком. Ты же ходишь в интернет, заходишь, заглядываешь. Работа, я считаю, прежде всего информационная, в средствах массовой информации. Руслан, объясни, почему, вот смотри, вот все мне говорят, там, ну, многие говорят, коллеги, работа информационная. Вот смотри, в Николаеве единственный город в Украине, в котором не продают наркотики в этих курительных смесях в магазинах. Ни одно СМИ мне это не озвучило. Ну, не озвучило, значит, те люди, которые... Они считают, что это не проблема, они считают, что это не новость, это не информация. Нет, наверное, просто до СМИ доведено это не было доступным образом. В принципе, говорил я, практически всем говорил. И в интернете мы это выложили, вот в интернете, то, что касается от меня, я выложил это все достаточно объемно. Значит, ты начал это, опять же, чтобы было понятно, это не я инициировал. Инициировала эта партия «Сильная Украина», «Тегибка». Хотя Саша Балтянский сказал, ну да, Саша Балтянский сказал, Юра, да мне без разницы, не надо. Даже не пишите ни мою фамилию, не пишите там партия «Сильная Украина», не надо писать «Тегибка». Вообще, сам факт озвучите. Почему никто это не делает? Почему? Но это вопрос не ко мне. Ну, в принципе, не к тебе, конечно, но... Ну, хоть посоветуй мне. Что надо сделать? Вот я говорил уже, и лично звонил, и говорил, «Та, подожди, у нас там то-то, подожди, у нас это-то, подожди, у нас пятая-десятая проблема». То это 9 мая, то еще что-то, то еще... Это кто тебе такое говорил? Все. Ну, как все? Ну, я не хочу никого обижать, понимаешь, потому что, если... То это надо обижать. Юра, 9 мая прошло, то есть можно сделать вторую... Сегодня уже 15 мая. Можно сделать еще одну... Хорошо, принимается. Принимается. Пожелания. Еще твои пожелания, что нам нужно делать, чтобы... Ты же понимаешь, без информационного... Получается какой-то информационный вакуум. Вот я не знаю, насколько у тебя это... Ну, у тебя не может быть информационный вакуум. Ты же выкладываешь у себя в Южной Правде все, что ты желаешь, правильно? Ну, я не только в Южной Правде, я благодарю коллег, которые... Из других изданий, которые в этом участвуют, которые участвуют в заседаниях пресс-клуба и ведут эту тему, не считают ее, как говорят, второстепенной. Я не говорю, что это только Южная Правда или это только там Руслан Подгорный и пресс-клуб Харайхэст. Абсолютно нет. Согласен. Пожелания нашему движению... Нашему. Нашему. Помнишь, что ты член? Взносы платить не надо, на собрание ходить не надо. Можно же, типа, чтобы потом предъявить, если... Предъявил. Ты звание каком ты уволился? Юра, я дело в том, что... Не, ну ты же бывший... Подожди, ты же бывший офицер. Бывших офицеров... Не бывает. Во-вторых, я сейчас занимаюсь журналистикой, мне это нравится и, как говорится... Согласен, согласен. Ты занимаешься любимым делом. Да, я занимаюсь любимым делом. Согласен. Ты хотела пожелания. Пожелания. Пожелания, скажем так, не только касаясь вашего движения, а вообще вот многих людей, некоторых, скажем так, людей, которые участвуют в некоторых движениях, опять же, не хочу, как и ты, кого-то отдельно обижать. Нет, если хочешь, можешь обижать. Меньше, меньше, скажем, слов, больше дела. И если привлекать к акциям... Ну, закрытие курительных смесей магазинов, это дело... Это хорошее дело, да. А почему тогда не... Мне все гопают по плечу и говорят, ой, молодцы, ой, хорошее дело. Да не надо писать что-то, и боже упаси, что писать, что это Юрин закрыл там, или Болтянский закрыл. Вообще, в принципе... Юра, ты хочешь, чтобы мы написали, что закрыты магазины? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Понимаешь там, в чем? Ты знаешь, что произошло? Вот мы сняли где-то часа полтора видео, у меня в интернете выложено, часа полтора видео. Но самое шикарное видео, когда заходит малолетка, лет 15-16, у него в руках 50 гривен. И он тупо идет на кассу. Ну, а на кассе стоят милиционеры и описывают, значит, ну, эти все ж... Эти наркотики его описывают, там, записывают. Ну, тяжелая работа. Ты же знаешь, каждый записать, там, каждый этот вот... А их же там у них дофига было. Оборот, говорили, до 20 тысяч гривен в день. Оборот этой точки вонючей. Так вот, этот мальчик идет, и эти 50 гривен сует милиционеру в руки. Он не видел никого, он не видел ни понятых, ни журналистов, ни других милиционеров. И говорит, дайте мне вот это. И показывает пальцем. Мы говорим, о, чувак, подожди. Как ты же видишь, милиция стоит. А что, это ж магазин? Вы же продаете, это магазин? Ну, так мы о пожеланиях. Да, о пожеланиях. Извини, что я завелся. Ну, потому что... Не надо заводиться. Не, ну, без СМИ у нас получается работа... Кто же спорит, Юра, кто же спорит. Так вот, еще раз. Больше дела, меньше слов. И второе, если что-то делается, какие-то акции проводятся, то привлекать компетентных людей. То есть компетентных специалистов у нас как в госструктурах, так и в третьем секторе, неправительственном, общественном, так называемом. Сейчас очень много. И если какие-то есть вопросы, в которых, скажем, организация, которая занимается каким-то мероприятием, не совсем компетент, плавает, то лучше привлекать специалистов. Логично. Спасибо. Вот такое пожелание. Спасибо. Добрый день, горячая Линя. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос. Это вы отвечаете от вопроса от стыда, да? Да, 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 да. Значит, у меня такой вопрос. Дочка умерла от стыда. Но перед этим она уже был дольше больной, она родила дочку. Девочка сейчас в втором классе. Меня волнует очень, что... Ну, мы ее не обнаружили. В следующем все это... Анализы все нормальные. Но как вот сейчас, как ее... Как питаться ей, чтобы был иммунитет, чтобы у нее все было хорошо? Ну, я тут вопрос, я не могу... Да, да, отвечу, отвечу обязательно, Анна, вопрос. Дело всем, что... Если девочка не ВИЧ-инфицированная, у нас очень много мамочек, которые ВИЧ-инфицированные, но рожают неинфицированных детей. Поэтому ни особого режима, ничего не надо. Но если вы что-то переживаете и волнуетесь, Пожалуйста, подойдите в спеццентр вместе с вашей внучкой. Ее посмотрит врач-педиатр. Если надо, даст рекомендации. Посмотрит психолог. Но если девочка, вы точно уверены, что у нее нету диагноза ВИЧ-инфекции, то страшного здесь ничего нету. У нас на сегодняшний день только 5% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мам, мы берем на учет. 95% мы снимаем с учета, как не ВИЧ-инфицированных. В общем, не нужно волноваться, то что ей нужно, чтобы какое-то питание... Нет, если у нее нету ВИЧ-инфекции, значит не стоит. Но чтобы вы точно были уверены, что там все хорошо и нормально, вы являетесь опекуном вашей девочки или кто? Нет, я просто бабушка. Вы просто бабушка. А она с отцом воспитывается или с кем? Она воспитывается. Нет, но у меня еще одна дочка есть. Вот, она как-то у нее. Понятно. Ну, желательно, чтобы эта тетя вместе со своей племянницей подошла к нам в спеццентр на Потемкинскую 138. На Потемкинскую? 138. Это вторая Слободская Потемкинская, ориентир Морской лицей. Ага. Но вы что-то будете... Что-то...